Мы отправились в разные уголки нашей огромной страны, чтобы исследовать многонациональную культуру народов, живущих в России. Это проект о людях, о большом количестве прекрасных людей. Что делает их такими близкими друг к другу? Во что они верят? Как живут? Что едят? На каком языке говорят? Все это вы узнаете в новом сезоне. Трое ведущих, 50 национальностей и одна большая страна. Проект Национальность.ру. Второй сезон. Всем привет! Это Национальность.ру, я Наталья Неведрова. И сегодня я познакомлю вас с Удино-ми! Удины – древнейший народ современной России, с необычными традициями и уникальными ремеслами. Узнаем их получше и познакомимся с ними прямо сейчас. Удины – один из древнейших коренных народов Южного Кавказа. Его историческое место проживания – современный Азербайджан. В настоящее время общая численность удинов во всем мире около 10 тысяч. 4267 человек, согласно переписи, проживают в России, преимущественно в Ростовской области. Удины сегодня – это народ, который исторически всегда славился своей толерантностью. Удины – народ со стойким характером. Единственный из племен Кавказской Албании сохранил свою христианскую религию. Самая главная проблема для нас сегодня – сохранение нашего языка. Очень многое для этого делает наше молодое поколение. Один из главных факторов, почему наш народ сохранился до сего дня – это то, что некогда территория Южного Кавказа, на которой обитали Удины, она вошла в состав Российской империи. Быт удинов неразрывно связан с землей. Построить свой собственный дом на своей собственной земле – для любого из удинов настоящая мечта. А двери для гостей всегда открыты, всегда горит мангал, всегда готов самовар. Пойдемте пить чай. Здравствуйте. Вы глава семьи, правильно я понимаю? Вы строили наверняка этот дом. Этот дом построили родители. Много у вас здесь живет? Сейчас у меня два сына. У нас обычно такой, что старший сын уже как переходит в свой дом, он живет в Ростове, а младший сын живет со мной. Я слышала, что традиционно несколько поколений могут проживать на одной земле. У младшего сына тоже трое детей. Тоже, наверное, поколение-поколение пойдет. А как давно вы здесь живете? Мы живем здесь с 90-го года. Уже 33 года. Так, давайте пьем чай. Катя будет наливать нам чай. Соседка наша. Катя, вы тоже Удинка? Нет, я русская. Мы считаем его как Удинка. Да, но я уже 15 лет замужем. И поэтому, да, я за Удину. За Удину, да. У меня уже двое прекрасных дочерей. Поэтому Удинка, невестка, всегда наливает чай. Катя, а что за чай такой? Чай с чайной розой. Также из нее делают розовую воду. Вы сами выращиваете? Да. Да, а почему же тогда, да, расскажите, вокруг чая все вот так вот вертится? Ну, наш народ, это любые гостеприимы. Работаем, идем, чай пьем. Гостей принимаем, говорим, давайте за стол чай попейте. Ну, если все и правда так, то знакомство с Удинами, друзья, будет точно очень ярким и очень атмосферным. Ой, как четко! Такое ощущение, что вы можете играть эту музыку просто часами. Расскажите про ваши национальные музыкальные инструменты, танцы, песни. Что стало базой культуры Удина? Мы пользуемся тем же инструментами, как и другие кавказские. Ага, и что это? Это «Зурна». Вот. Даже есть фотография у нас с 1916 года. Удина перствует, и там музыканты на «Зурне» и на «Таре» присутствуют. Как доказательство. Да. Но у вас в коллективе играют не только на духовых. Да, есть кларнет, есть гармонь, есть еще гитара. Удинский у нас был фольклор. А вы что, не сможете исполнить? Да, конечно. Да? Могу поспорить, что большинство из вас, собственно, так же, как и я, не придумает больше трех вариантов применения огурцов. Ну, свежие огурцы, ну, соленые огурцы, ну, маринованные. Мало того, что у Дины выращивают белые огурцы, так они еще из них сделали целое ремесло. А вот какое именно, сейчас узнаем. Ну, выдавайте, пожалуйста, ваш главный секрет. Что вы делаете с огурцами? Значит, главный секрет – огурец в бутылке. Многие не знают, как этот процесс происходит. Я вам могу показать, как это происходит. Это прекрасно, потому что наверняка каждый зритель видел когда-нибудь засунутый в бутылку овощи. Вот тот самый ответ. Как это делают, нам сейчас расскажут. Значит, процесс оказания огурца в бутылке происходит таким образом. Берем бутылку, заранее подготовленную, засовываем огурчик в бутылку. Вот оно что! И его привязываем. Привязываем таким образом, чтобы она не болталась, не шаталась. Она должна равномерно расти в бутылке. И его как-то мы прикрепляем, чтобы она росла внутри. Вот после созревания огурчика внутри, она до определенного размера созревает. Мы его подрезаем и убираем в бутылку. И вот, что по итогу мы имеем. Национальный напиток, удинский, эреки. Что делает здесь тот самый запущенный в бутылку огурец? Он очищает его от севушных масел и разных других вредных прибесей. Ай, огурец, можно сказать. Ай, молодец! Познакомившись с ремеслом удинов, узнаем про особенности их языка. По надписям на камнях, которые были найдены в результате археологических раскопков на территории Дагестана, относятся к эпохам Древней Кавказской Албании. После изучения учеными всех этих надписей практически выявили. Удинский алфавит на самом деле состоит из 54 букв. В России удины пользуются кириллицей. Почему? Потому что так сложилось, что русский язык, он более подходит для переписи, для сообщения. В Азербайджане, в Грузии, где живут удины, там все-таки пользуются латиницей. На самом деле, мы сами видим, что молодежь не любит читать книги и так далее. И поэтому я лично принял решение, что все-таки для помощи молодым все-таки будет удобно это какое-то электронное приложение в телефоне. Все мы сейчас пользуемся всеми вот этими вот электронными гаджетами. И на сегодняшний день разработано было приложение удинско-русского словаря. Особая характерность удинского языка – это, конечно же, гортанные звуки. Удины Ниджи, добро пожаловать, говорят ксунмари. А варташинский диалект – это цунмари. В принципе, он приближенный, то есть они друг друга, в принципе, понимают. Вот, например, в русском языке есть скороговорка «шла Саша по шоссе и сосала сушку», верно? А в удинском тоже есть скороговорки, это вот «уктана бракэн», «уктана укна тумэ», «уктана укна укса». Что в переводе означает «шесть поросят едят шесть грецких орехов под грецким орехом». Карина, расскажите, пожалуйста, о ваших обычаях и традициях. У нас очень много красивых и необычных традиций. Со стороны, значит, жениха идут две красивые корзины. Называются они топак. Значит, один топак состоит из сладостей, второй – из подарков для невесты. В первой корзине невесты находятся свадебные туфли, фата и диадема. А во второй – сладости, чтобы жизнь была сладкой. Самая главная особенность в том, что они играют две свадьбы. Одна свадьба – это со стороны невесты, а потом свадьба со стороны жениха. Когда приезжают забирать невесту домой, то удины стараются соблюсти все свои традиции и обычаи для того, чтобы семейная жизнь, которая начинается у дочери, началась очень хорошо. Есть такая очень традиция интересная, когда над головой невесты разламывают так называемый пирог, по-удински кята, что символизирует достаток в будущей семье. Разламывают пирог над головой невесты, так как она хранительница семейного очага, и это производят женщины с пожеланием в этот момент, чтобы в доме был постоянный достаток, чтобы звучал детский смех, чтобы в семье был мир и благополучие. Когда жених входит в невесту, можно обратить внимание на то, что на его шее находится красный плато, красная такая лента. Это тоже очень интересный символ у дин, потому что он означает, что жених прощается со своей холостой жизнью. И они стараются, конечно, чтобы не смешивать кровь, чтобы удин и удинка поженились. Познакомившись с традициями удинов, узнаем больше об их религии. Удин – один из немногих народов Кавказа, которые приняли христианство. Но были ли они христианами всегда, сейчас узнаем. Ватали! Да, вот как раз Феликс. А я рассказываю, что вы стали христианами в IV веке. Да, на самом деле мы по вероспеданию христиане. А я как раз поставил свечку при Святой Богородице за здравие своего народа. Но я знаю, что очень давно, когда вы были язычниками, вы поклонялись Луне. Да, это было еще до принятия христианства нашего, до IV века, мы поклонялись Луне. Конечно же, у нас еще после упразднения церкви были еще священные места, которые мы перенесли в свой дом. Мы начали поклоняться уже своим святым камням, мы их освящали, мы освящали их. У нас даже есть ритуал освящения этих камней, и не только камней, и деревьев. У нас есть ритуал еще жертвоприношения. Мы все это перенесли в свой быт, в свой дом. И по сегодняшний день это все сохранилось. Но, опять же, мы восстанавливаем свои церкви, свои церковные традиции. И хочу сказать, что все наши традиции, уклад жизненный, все связано именно с нашей религиозностью. Потому что у нас все, наверное, исходит от нашего христианства, от тех истоков христианских. Предлагаю отправиться в следующую рубрику для того, чтобы еще ближе узнать народ Удины. Удины очень любят танцевать. Это абсолютная правда. На любом торжестве, сразу после тоста, все Удины пускаются в пляс. И музыка играет до той поры, пока на танцполе есть хотя бы один Удин. Удины – народ изобилия и гостеприимства. Двери для гостей всегда открыты. Накормить, напоить чаем, оставить хорошее впечатление – очень важно для каждого Удина. Вот Гаяна – самое главное, самая ответственная по части кухни, да, в приготовлении к свадьбе. Хлеб всему голова. С хлеба у нас начинается застолье и хлебом заканчивается. Вот тесто уже почти готово. Да, сейчас посыпем мукой и отнесем к тандыру. Я так понимаю, что это просто будет круглая лепешка? Овальная. Овальная. Не совсем круглая, да. Ух! Сперва на подушечку, разровняем. И теперь попробуйте. Ух! О, получилось, смотрите! Также в этом тандыре мы и пироги печем, и индюшку жарим, все делаем. Ой, индюшку тоже жарим? Да, да. После лепешек у Дины часто готовят в тандыре мясо, как основное блюдо. Индюшку мы маринуем только солью, чтобы не было посторонних вкусов. Мы сильно большие не берем. Максимум килограмм пять. Килограмм пять. Все, теперь два часа трепетного ожидания и к столу. Ух! Мне, конечно, говорили об особой любви у Динов к изобилию во всем, не только в еде. Но чтобы настолько... Вот, пробуйте пока горячее. Такая корочка классная, как будто бы ее запекали в тандыре. Но я правильно же понимаю, что здесь нет ни одного покупного продукта? Нет, конечно, да. Все на ваших огородах растет, и вы продолжаете заниматься земледелием, как и делали ваши предки? Конечно, да. Да, это так вкусно было. И здорово. Национальная кухня у Дин схожа с национальной кухней других народов Кавказа, включая молочные, мясные и овощные блюда. Ну и подобно многим народам Центральной России, для них важны праздники Пасха и Вербное Воскресенье. У Дины тот народ, который смог вернуть себя спустя сотни лет, сохранив свою культуру и традиции для будущих поколений. Это проект Национальность.ру. Я Наталья Неведрова. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok